Здравствуйте, друзья! Пещеры по всему миру скрывают множество удивительных тайных загадок. Там можно найти не только рисунки древних гибридов животных, но и причудливые древние реликвии. Сейчас вы увидите пять таинственных артефактов, найденных в пещерах по всему миру. Лапа с горы Оуэн В 1987 году экспедиция, которая изучала недавно открытую сеть пещер глубоко в недрах Новой Зеландии, сделала сенсационное открытие. Среди обломков, оставшихся после камнепада, была найдена 1,3-метровая бескрылая птица – лесной малый Моа. Несмотря на то, что этот вид считался вымершим еще в 1500 году, лапа с когтями, найденная среди костей, оказалась свежей. Когти на ней были все еще острыми, а на самой лапе остались мышцы, кожа и соединительные ткани. Хотя эта находка выглядела хорошо, лабораторный анализ и определение возраста радиоуглеродным методом показало, что представителю этого вида было уже более 3300 лет, а мумифицированная лапа никак не объяснила слухи о появлении Моа. Позже, в 1993 году, в горах была найдена находка, которая все же смогла привлечь внимание правительства. На размытом фото, сделанном местным жителем Пэдди Фрине, было запечатлено загадочное двухметровое существо, которое так и не идентифицировали. Пещера Ройстон В 1742 году работники в Ройстоне, Англия, переместив жернова, обнаружили таинственную шахту, которая вела в огромную искусственную пещеру под городом. Пещера Ройстон и запутанные средневековые письмена, которые покрывали стены пещеры, стали предметом обсуждений на многие века. Так как ее происхождение неизвестно, археологи считают, что круглой пещере высотой 8 метров и диаметром 5 метров должно быть около 800 лет. Надписи выполнены в католическом стиле и изображают такие сцены, как распятие Иисуса Христа и других святых того времени. Одной из самых популярных теорий, бытующих в кругах историков, является то, что эта пещера была штаб-квартирой рыцарей-тамплиеров в начале 13 века. Здесь они организовывали крестовые походы и, возможно, хранили тайну о мистическом святом Граале. На некоторых разрушенных стенах даже сохранились закодированные символы рыцарей-тамплиеров. Тем не менее, официально происхождение пещеры и значение знаков на ее стенах так и остались неразгаданными. Старая корга Кацкилла В январе 2016 года пользователь ресурса Reddit под ником Wigithacketway разместил снимки этой необычной статуи в разделе «Паранормальная». В посте было сказано, что артефакт был найден в скрытой пещере в горах Кацкилл. Позже пользователь заявил, что он и его друг перенесли статую в другое место, и с ними стали происходить необъяснимые и загадочные события. Предметы меняли свое местонахождение, стали слышны странные звуки среди ночи, а по дому стали появляться грязные следы. В посте также было сказано, что это было популярным местом для тех, кто прославлял дьявола и оккультистов-любителей. Но объект, получивший прозвище «Старая корга Кацкилла», так и не был опознан. Несколько пользователей сайта заметили, что корга похожа на скульптуры Западной Африки, которые использовались для духовной медитации. Огромные статуи, одушевленные трупы были сделаны, чтобы владелец получил силы и мог управлять другими людьми. Хрустальная девушка В глубине джунглей природного заказника гора Тапире в Белизе находится пещера Актун-Туничиль-Мукналь, открытая в 1989 году. Название переводится как «Пещера хрустальной усыпальницы». Это система тоннелей и пещерных комнат длиной почти 4,8 километра. В самой глубинной комнате находятся десятки скелетов майя разного возраста и пола, датируемые 700-900 годами нашей эры. Почти на всех черепах были признаки тупой травмы головы, а форма черепов детей была похожа на череп инопланетян. У скелета 18-летней девушки, найденного в пещере Актун-Туничиль-Мукналь, были вывернуты позвонки. Он стал предметом пристального интереса. Ее блестящие окаменелые кости получили название «Хрустальная девушка». Согласно верованиям майя, пещера была входом в ад и домом для демонов болезней, болей и трагедий. Местные верят, что пещера проклята, а река, которая течет под ней, была исследована передачей «Хост Хантерс Интернешнл». Гибрид животных В 2016 году команда археологов, палеонтологов и генетиков опубликовала результаты исследования в научном журнале Nature Communications. В нем говорилось о ранее неизвестном гибриде животного, изображенного на стенах тысячелетней пещеры. Находка поможет раскрыть тайну происхождения самого большого млекопитающего в Европе – европейского бизона, жившего 11700 лет назад, примерно в конце ледникового периода. Исследователи проанализировали геномы 64 бизонов и сопоставили эти данные с древним европейским пещерным искусством. Они также использовали радиоуглеродный метод и определили, что появление нового гибрида совпадает с появлением наскальных рисунков. Результаты, полученные в ходе исследований, заставили археологов задуматься, какие еще животные изображены на стенах пещеры. Это означает, что высока вероятность, что древние люди сосуществовали с другими животными, которых еще предстоит открыть. Спасибо за просмотр, друзья! Не забывайте подписаться на канал ВУЗ. И до новых встреч!